Крах американской мечты 90 лет назад в США началась Великая депрессия. 29 октября 2019 года, 15.35 Владимир Цыгоев 29 октября 1929 года одновременно с крахом Нью-Йоркской фондовой биржи в экономике США началась Великая депрессия. За несколько дней инвесторы лишились почти 30 миллиардов долларов банки и компании страны стали разоряться, а значительная часть американцев вскоре остались без работы. Власти Соединенных Штатов старались не вмешиваться в ситуацию и рассчитывали, что экономика сможет сама восстановиться после падения. При этом попытка поддержать национальное производство привела к распространению рецессии по всему миру. О том, как произошел крупнейший экономический кризис 20 века, в материале RT. С начала 1920-х годов американскую экономику охватила инвестиционная лихорадка. В погоне за быстрым заработком население и бизнес тратили все имеющиеся и кредитные деньги на покупку дорожающих ценных бумаг. Отсутствие четкого регулирования на рынке привело к созданию одной из крупнейших финансовых пирамид за всю историю мировой экономики. Схлопывание пузыря было лишь вопросом времени, и с 24 по 29 октября 1929 года фондовый рынок Соединенных Штатов рухнул. Последствия обвала погрузили страну в длительный экономический кризис. Именно так равно 90 лет назад началась Великая депрессия. До краха фондового рынка экономика США стремительно росла. В стране была почти полная занятость, развивались новые отрасли и технологии. Рынок акций достигал исторических максимумов. Главной причиной этого назревающего пузыря стало искусственное удержание реальных процентных ставок ФРС и увеличение объемов кредитов сверх нормальных уровней, рассказал А.Т. Научный сотрудник Института Людвига фон Мезеса Марк Тарнтон. Также по теме. Финансовая перестройка, как бретонгутская валютная система изменила мировую экономику. 75 лет назад страны антигитлеровской коалиции утвердили создание бретон-вудской валютной системы. Доллар США был твердо привязан к... По данным Национального бюро экономических исследований США, с 1920 по 1924 год ФРС понизила свою базовую ставку с 7% до 3% годовых. Такая мера традиционно стимулирует деловую активность в стране и экономический рост. В целом, кредиты становятся дешевле, а внутренний спрос и объем капитала вложений растут. Начиная с сентября 1924 по февраль 1928 года ставка Федрезерва оставалась в диапазоне 3-4% годовых. Удешевление кредитов и улучшение условий для инвестиций спровоцировали ажиотажный неконтролируемый рост фондового рынка. Игра на бирже вошла у американцев в моду, и все больше граждан стремились разбогатеть, став акционерами. Об этом в беседе S.R.T. рассказал эксперт компании Международный финансовый центр Владимир Рожаньковский. В результате на рынке заметно увеличилось количество спекуляций, а цены на финансовые активы значительно превышали их реальную стоимость. Ситуацию усугубляло то, что в Соединенных Штатах на тот момент еще не было четкого законодательства по предотвращению финансовых пузырей. Краху предшествовал спекулятивный бум середины 1920-х годов, во время которого миллионы американцев инвестировали свои средства в акции. Растущий спрос на ценные бумаги взвинчивал цены на акции, что привлекало все новых и новых инвесторов, желавших обогатиться на этом. 24 октября раздался первый тревожный звонок для американской экономики, цены на акции резко обвалились. В ходе торгов на Нью-Йоркской биржеиндекс Dow Jones падал на 26%, с 326 до 272 пунктов. Рынок охватила массовая паника, и за одну торговую сессию инвесторы продали почти 13 миллионов ценных бумаг. Этот день вошел в историю США как черный четверг. В пятницу котировки попытались восстановиться, но уже в понедельник паника усилилась, а во вторник, 29 октября, произошел крах Уолл-стрит. Индекс Dow Jones опрокинулся до 212 пунктов, и общие потери инвесторов достигли 30 миллиардов долларов. За несколько дней было продано около 30 миллионов акций. Стоимость ценных бумаг рухнула, разоряя тем самым миллионы инвесторов. Биржевая паника привела к тому, что менее чем за неделю рынок упал почти на 40%, а его стоимость на 30 миллиардов долларов – это больше, чем правительство США потратило за все время Первой мировой войны, добавил Рожанковский. Без денег и работы колоссальные финансовые потери среди населения существенно снизили объемы потребления в стране. Американские фирмы лишились возможности продавать свои товары в прежних масштабах. Компании начали сокращать объемы производства и штат сотрудников. Таким образом, вслед за утратой денежных сбережений американцы начали массово терять работу. Об этом в интервью RT рассказал профессор финансов Рэш Олег Шибанов. После обывалого рынка акцию вместе с рядовыми гражданами лишились своих инвестиций и американские банки. Более того, беднеющее население стало активно изымать оставшиеся банковские вклады. Как отмечает Марк Тарнтон, закрытие предприятий и рост числа безработных повысили уровень преступности в стране. При этом дополнительную социальную напряженность в Соединенных Штатах усиливал действовавший с 1920 года сухой закон. Вплоть до конца 1930-х годов уровень безработицы оставался вблизи 15%. Давление на граждан оказывал и запрет на алкоголь. Цены на черном рынке были завышены почти в пять раз. Ситуация сопровождалась ростом числа преступлений, коррупцией и насилием. Все это обошлось американской экономике в 5% ВВП, добавил Тарнтон. Полное погружение любопытно, что на момент начала Великой депрессии в мировой экономике еще не было такого понятия, как воловой внутренний продукт, ВВП. Первые измерения этого показателя были представлены почти через пять лет после краха Уолл-стрит. Так, летом 1934 года Министерство торговли США опубликовало доклад «Национальный доход» 1929 и 1932 годы. Автором документа стал американский экономист российского происхождения Саймон Кузнец. По его посчетам, с 1929 по 1932 год объем национального дохода США обывалился более чем в два раза, с 83 миллиарда долларов до 39,4 миллиарда долларов. Также по теме. Дедовский метод. Могут ли страны отказаться от использования ВВП? 7 июня 1934 года Министерство торговли США впервые опубликовало информацию о ВВП. Автор исследования – американский экономист. Как позже посчитали в Американском бюро экономического анализа, пик спада ВВП США пришелся на 1932 год. Тогда экономика страны сократилась почти на 13%, а индекс Dow Jones проваливался до отметки 47 пунктов. Помимо банковского сектора, Великая депрессия также ударила по тяжелой промышленности и сильнее всего – по сельскому хозяйству, отмечает Марк Тарнтон. Во времена Великой депрессии аграрное производство было одним из ключевых секторов американской экономики. По состоянию на 1930 год на долю сельского хозяйства приходилось почти 22% рабочих мест и порядка 7,7% ВВП страны. Такие данные приводят Министерство сельского хозяйства США. Между тем низкая покупательная способность населения спровоцировала падение цен на сельхозпродукцию. В результате за первые несколько лет кризиса объем производства в отрасли упал более чем в два раза. По данным Бюро экономического анализа Соединенных Штатов, с 1929 по 1932 год соответствующий показатель опустился с 13 миллиардов долларов до 5,8 миллиарда долларов. Для помощи сельхозпроизводителям и американским компаниям в целом в 1930 году Соединенные Штаты приняли закон Смута, Хаули, который подразумевал повышение пошлин до 40% на импорт почти 20 тысяч наименование иностранных товаров. Предполагалось, что снижение доли зарубежной продукции на американском рынке будет стимулировать национальное производство, как промышленное, так и сельскохозяйственное. Между тем именно после принятия законно-экономический кризис распространился на весь остальной мир, отмечает Марк Тарнтон. Фактически закрытие американского рынка стало ударом для европейских производителей. В результате страны, торговые партнеры Соединенных Штатов начали вводить ответные меры или вовсе прекращать сотрудничество с Вашингтоном. В конечном итоге американские компании потеряли потребителей за рубежом, и ситуация в экономике только ухудшилась. По данным Бюро экономического анализа США, с 1929 по 1932 год американский товар оборот рухнул почти в три раза. Объем импорта уменьшился с 5,5 миллиарда долларов до 1,9 миллиарда долларов, а уровень экспорта – со 6 миллиардов долларов до 1,9 миллиарда долларов. Политика невмешательства после обвала фондового рынка в 1929 году ФРС начала вновь постепенно снижать процентную ставку. В декабре 1930-го показатель достиг 4,5%, в июле – 2,5%, а к 1 июня 1931 года – 1,5% годовых. Но действия регулятора уже не могли остановить развитие кризиса. Об этом РТ рассказал глава отдела макроэкономического анализа Саксо Банк Кристофер Димбек. Усилий ФРС было недостаточно для того, чтобы восстановить доверие и оптимизм инвесторов в долгосрочной перспективе. Кроме того, бездействие правительства США усилило влияние финансового кризиса на реальную экономику, отметил эксперт. Руководство США придерживалось политики невмешательства и на первых этапах кризиса не принимало радикальных мер для выхода страны из депрессии. Как полагал тогда президент страны Герберт Гувер, со временем рыночная экономика должна была восстановиться самостоятельно. Экономическую депрессию нельзя вылечить решениями законодательной и исполнительной власти. Экономика должна сама залечить свои раны с помощью собственных клеток, самих производителей и потребителей, заявлял Гувер во время обращения к нации. Впрочем, по мере усиления кризиса администрация президента все же решила вмешаться в процесс. В 1931 году была создана Национальная кредитная организация – фонд помощи наиболее пострадавшим банкам. В 1932 году организацию преобразовали в финансовую корпорацию реконструкции. За счет государственных расходов и субсидий власти начали поддерживать не только банковский сектор, но и промышленность, сельское хозяйство, а также бороться с безработицей. Вместе с тем руководство Соединенных Штатов слишком поздно приняло необходимые меры и не сумело побороть возникшую в экономике депрессию. Нужно понимать, что реакция реальной экономики на финансовые проблемы рынка акций оказалась сильной из-за бездействия государства. Если бы программа увеличения гостросходов и немедленного снижения ставок началась чуть раньше, непрерывного падения экономики в течение четырех лет не произошло бы, отметил Олег Шибанов. Несмотря на то, что на президентских выборах 1932 года республиканец Гувер выдвигал свою кандидатуру на второй срок, обнищавшие американцы отдали свои голоса представителю демократической партии Франклину Рузвельту. Его администрация разработала экономическую программу «Новый курс», благодаря которой Соединенные Штаты начали постепенно выходить из депрессии. На страницу галереи «Свободное плавание» главной заслугой Рузвельта опрошенные «А.Т.» эксперты считают отказ от так называемого «золотого стандарта». Ранее доллар был напрямую привязан к фиксированному количеству драгметалла. Аналогичная практика действовала во всем мире. Государство могло выпускать лишь определенное количество денег, соразмерное золотым запасом страны. В 1933 году Вашингтон отвязал доллар от золота и пустил нацвалюту в свободное плавание. В результате доллар начал резко слабеть, а производители США получили ряд торговых преимуществ. Так, американская продукция резко подешевела за рубежом, а иностранные товары значительно подорожали в Соединенных Штатах. Впоследствии другие страны тоже начали отказываться от золотого стандарта. В момент падения экономики нужно пытаться ей помогать через все каналы, в том числе экспортный, но он был почти недоступен во время действия золотого стандарта, все хотели бы снизить стоимость своих валют, а это невозможно. В результате сильнее всего от Великой депрессии пострадали именно страны, долго тянувшие с отказом от золотого стандарта. В первую очередь речь идет о Франции и Бельгии, они отказались от него только примерно в 1935 году, в отличие от Великобритании, прекратившей привязку к золоту еще в 1931, отметил Шибанов. В 1936 году году экспорт США вырос до 3 миллиарда долларов, рост ВВП ускорился до 12,9%, а уровень безработицы опустился до 13%. В то же время, экономика страны по-прежнему оставалась под давлением. В 1937 году воловой внутренний продукт США увеличился лишь на 5,1%, а в 1938 вновь снизился на 3,3%. Политика нового курса действительно оказала некоторую помощь безработным. Но усиление регулирования и рост налогов для предпринимателей, инвесторов и капиталистов не позволяли экономике вернуться к нормальной жизни, считает Марк Тарнтон. Как полагает Владимир Рыжанковский, во многом выйти из депрессии американской экономики помогло начало Второй мировой войны. Военная помощь европейским союзникам позволила Соединенным Штатам в 1941 году нарастить экспорт до 5,5 миллиарда долларов, а темпы роста ВВП – до 17,7%. Экономика США смогла вернуться к росту только с началом Второй мировой войны, в которой Соединенные Штаты вновь не воевали на своей территории, но использовали лент-лизинг и залоговые кредитные линии, оказывая коммерческую поддержку своим европейским союзникам, констатировал эксперт. По словам Олега Шибанова, ученые смогли проанализировать причины и последствия Великой депрессии только к 1960-м годам. После этого страны всего мира начали пересматривать политику реакции своих правительств и центробанков на кризисы. После 1945 года в мире много раз менялись парадигмы макроэкономики, и, вероятно, можно сказать, что только в 1980-х мир пришел к хорошему пониманию того, что и как нужно делать. С этого времени началось великое спокойствие, которое продолжалось вплоть до 2008 года и сопровождалось низкими колебаниями экономического роста и невысокой инфляцией. И это, безусловно, следствие Великой депрессии, она очень сильно поменяла восприятие реальности, экономики и управления реакцией на шоки, заключил Шибанов.